Здравствуйте! В эфире специальное интервью в студии Василиса Ивашкина. У нас в гостях Светлана Лапшина, режиссер Одинцовского народного театра и автор книги. Поговорим о книге «Театр на земле Одинцовской». О чем эта книга? Здравствуйте! Здравствуйте! Это книга о маленьких дачных театрах, которые возникали на рубеже 19-20 веков. У нас здесь, в Одинцовском краю, можно сказать, что почти в каждом поселке. Вот как наши станции железнодорожные расположены, Немчиновка, Баковка, Одинцова. Вот так в каждом поселочке был маленький театр в летний период. Кто играл в этом театре? Дачники? Это были простые граждане или кто? Или, может быть, театралы, которые приехали отдыхать? Кто был зачинщиком в театре? Зачинщиком, конечно, была интеллигенция. Дачники, которые приезжали сюда на отдых. В этот период у нас развиваются именно дачный отдых при станциях. И любители, семьи целые участвовали. Участвовали простые люди, каких-то громких имен мы не нашли, когда исследовали каждый театрик. Так что вот наши, можно сказать, Одинцовские, Немчиновские, Баковские жители. Что любили играть? Репертуар в основном был комедийный. Это были одноактные пьесы-шутки, выдавили. Ну, что-то такое, что позволяло развлечься, отдохнуть, посмеяться, поднять настроение себе и зрителям. Я так понимаю, у вас фотографии. Это как раз фотографии с времен вот этих спектаклей или нет? Да, фотографии совершенно замечательные. Вот так вот щедро делятся немчиновские жители ретро-фотографиями. Это немчиновские дачники на отдыхе. Фотографии из архива семьи Щукиных. То, что фотографий так много, говорит нам о том, что люди ехали отдыхать зажиточные, богатые. Они могли позволить себе фотоаппарат купить, велосипед. Много велосипедистов было в Немчиновке. Многие увлекались конькобежным спортом. В Немчиновке проживала даже вот первая женщина-чемпионка среди конькобежцев. Первая чемпионка России по конькобежному спорту тогда еще, в 910 году. Представляете, как интересно. Все эти сведения мы раздобыли при помощи немчиновских жителей, баковских жителей. Такие фотографии. То есть действительно у людей сохранилась эта хроника? Они делятся с вами успешно? Как проходила работа? Сколько работали над этой книгой? Вы знаете, материал собирался где-то около пяти лет, и он продолжает собираться, потому что все новые и новые сведения, новые появляются контакты с детьми, с внуками тех самых дачников, с детьми и внуками устроителей этих театров. И вот так вот буквально по капельке собирается информация. Светлана, а почему вот вы решили заняться именно этой темой? Она вам почему так близка? Ну, во-первых, значит, у меня здесь профессиональный интерес. Сейчас я возглавляю Одинцовский любительский театр уже 13 лет. И, конечно, нам интересно, а каким был театр в нашем краю до нас? Был ли он вообще? И второй момент. Конечно же, мне интересна история нашего города. Мы имеем достаточно много сведений о молодом городе. Одинцово у нас было объявлено городом в 1957 году. А до этого периода, как это ни парадоксально, у нас очень мало сведений. У нас очень мало сведений о 19 веке. У нас очень мало сведений о людях, которые здесь жили. Очень мало имен. Кто проживал? Чем занимался? Какой внес вклад? Вот все это представляет интерес. И это, можно сказать, исследовательская такая работа. Я надеюсь, что я не одна буду ей заниматься. То есть исследования еще до сих пор продолжаются. Скажите, а какой последний период в книге? Вот сейчас есть дачные театры, как вы считаете? Если вы общаетесь с людьми, возможно, вы, может быть, видите наших современников, кто играет в дачном театре. Ну, вы знаете, наверное, сейчас это несколько видоизменено. То есть как таковых дачных, то есть театр на лето, да, наверное, уже если есть, то как-то вот какой-то такой уникальный, может быть, проект где-то. Но на данном этапе хорошо развито любительское творчество. То есть люди играют круглогодично. И у нас много сейчас в Одинцово студий, кружков и детских, взрослых. То есть волна пошла, люди заинтересовались очень активно театральным искусством. И вот по сравнению с 2007 годом, когда мы начали свой театр, у нас сейчас очень возросли интересы, количество студий таких любительских. Кто ваш зритель? И кто участвует именно в любительских студиях? Это дети, это подростки, молодежь? Ну, у нас разновозрастная категория артистов. Это и взрослые люди, и малыши шести лет. Значит, зритель, если брать зрителя, ну, в основном это Одинцовцы, и жители нашего города, и вот прилежащие к нему поселков. Из Москвы люди приезжают. Вообще интерес к любительскому творчеству, он достаточно высок, потому что спектакли, они обладают какой-то искренностью. Артисты играют, вот как они чувствуют, да, вкладывают душу в это, работают не за деньги. Поэтому, конечно, для них каждый выход на сцену – это событие, и каждый выход – это возможность отдать все, чем они живут. Поэтому люди с удовольствием идут именно на любительские спектакли. Я так понимаю, люди с удовольствием смотрели дачные театры, но это, видимо, были не только спектакли, потому что я не могу не обратить внимания, вы принесли очень красивые и старинные ноты. Вот расскажите, я так понимаю, значит, и музыцировали тоже, да? Я правильно понимаю, это романсы, это игра на фортепиано. Вот об этом, если можно, чьи-то ноты. Это же ведь тоже… Это ноты принадлежат Вере Апанович. На Баковке жила большая и уважаемая семья первого начальника станции Ивана Георгиевича Апановича. У него было семь детей. И так получилось, что его дом стоял прямо напротив дома Федора Федоровича Брука, который устроил деревянный театр в поселке Баковка. Сам Брук был большим любителем музыки, уважал оперное искусство. И вот одна из его актрис, Вера Апанович, очень увлекалась музыкой. Выписывала вот ноты, начиная с 20-го, начала 20-го века и заканчивая 50-ми годами 20-го века. Вот. То есть у него была большая подборка нот. Ноты все подписаны. Вот здесь В. Апанович на каждом нотном альбоме. Мы предполагаем, что ноты, скорее всего, были у нее не дома, они хранились в этом театре вместе с нотами других исполнителей. И вот, чтобы их не перепутать, она ставила свою фамилию. Есть здесь очень интересные музыкальные произведения. Вот, например, мелодекламации. В начале 20-го века вошло в моду исполнять стихи поэтов модных именно под какой-то наигрыш, под какую-то мелодию. И, очевидно, вот под стихи специально были подобраны мелодии и выходили такие нотные листы. Вот здесь, в частности, есть строчка стихотворения Игоря Северянина, модного авториям поэта Серебряного века. «Как хороши, как свежи были розы». Вот это его стихотворение. И оно, значит, тоже пользовалось популярностью в жанре мелодекламации. Вот. Цыганские романсы были в коллекции Веры Апанович. Вот, например, любопытный такой романс. «Вы просите песен, их нет у меня». Гласит строка первая этого романса. Нам очень многим памятна такая строчка, как «Вы просите песен, их есть у меня». Это перефразировка одесская вот этого романса, пародия, скажем так. А изначально он назывался «Вы просите песен, их нет у меня». Но на вашей презентации были песни. Да. Были замечательные романсы. Как пришла идея провести в таком формате презентацию? Кто вам помогал? Ну, в первую очередь нам помогал Одинцовский центр развития культуры. Они очень много сделали для этой презентации. И весь антураж. И пригласили клуб «Винтаж», который замечательно передавал атмосферу. И ретрофотография была. Ну, и, конечно же, большое участие и инициатива председателя комитета по культуре Одинцовского округа Ирины Ватруниной. Она очень много сделала для выпуска этой книги. И именно благодаря ей книга вышла таким тиражом. Были у нас еще приглашенные гости. Это руководитель, режиссер, певица театра «Трех мус» Людмила Грибова. Именно она исполняла вот эти чудесные романсы, которые так запомнились. Так что вот принимали участие многие-многие. Ну, и театральные зарисовки тоже были. Да, театральные зарисовки. Это артисты нашего Одинцовского народного театра разыграли небольшой фрагментик, как вот пример репертуара тех сценок, которые могли видеть зрители в дачных театрах. Сколько экземпляров к ней? Книжка вышла тиражом 300 экземпляров. Это, на самом деле, для нас большая удача, потому что мы ее издаем уже не первый раз. У нас сначала была вот такая тоненькая у нас, в мягком переплете, вот такая тоненькая. И 300 экземпляров – это большой хороший тираж для такого издания. Поэтому для нас это событие, событие такое замечательное, знаковое. Вот очень приятно, что это случилось. В книге же есть и фотографии, да? Я так понимаю, некоторые фотографии вы нам принесли отдельно, да? Да, да, да. Посмотреть. Где можно найти эту книжку? Очень скоро. Эта книга поступит во все библиотеки нашего Одинцовского округа. Там ее можно почитать, познакомиться с ней. И если кому-то интересно, вот можно обратиться ко мне. У меня, как у автора, еще остались экземпляры. И я могу поделиться. Хочется, конечно же, спросить у автора о планах. Есть еще что-то в задумке? Или, может быть, в эту книгу еще не вошли? Еще какие-то сведения о театрах? Поделитесь. Да, вы знаете, не вошли, потому что продолжает история обрастать. И вот родственники Василия Ивановича Никитина, устроителя дачного театра в Немчиновке, они, например, поделились очень интересными сведениями. Появились новые фотографии. И появилось вот очень интересное сведение о местах захоронения этого человека, надворного советника Василия Ивановича Никитина. Он похоронен на кладбище Немчиновском в Ромашково. Вот мы теперь знаем, где упокоился. Можем навестить эту могилу. Можем навестить место, где стоял дачный театр. Что вот все новые и новые подробности. Ну и, конечно же, у нас остались связи с семьей первых баковских артистов Апановичей. Тоже мы будем выходить на связь с родственниками. Будем с ними разговаривать. И очень надеемся на то, что они будут делиться. И, конечно, я призываю всех одинцовских жителей, коренных, чтобы они поделились какими-то своими, может быть, памятными воспоминаниями, фотографиями, просто отрывочки какие-то, которые натолкнут нас на дальнейшее развитие, на дальнейший поиск театральной истории. Где вас можно найти? Вдруг действительно у кого-то есть что-то тоже, может быть, ноты, фотографии, воспоминания, даже, может быть, какие-то красивые шляпки от артисток. Куда можно обращаться? Ну, в редакцию это 100% можно обратиться. А вас где найти? Меня можно найти по месту работы. Это Немчиновский культурно-досуговый центр. Я там работаю. И мой телефон можно записать. 8-915-464-58-87. Интересует вас весь Одинцовский округ? И, я так понимаю, в Звенигороде, наверное, тоже, да? Вы знаете, вот пока до Звенигорода мы не добрались. Но мне кажется, что здесь, именно вот в Одинцово, наша работа, она более актуальна. Почему? Потому что Звенигород – это город с очень высокой культурой. И там память сохранена. Там еще очень много сохранилось построек. Очень много сохранилось домов. Живут жители коренные. Истории передаются из уст в уста. А у нас в связи с тотальной реконструкцией города очень многое оказалось просто забыто, стерто. И оно нуждается в восстановлении. Поэтому, конечно, наверное, наша работа, она все-таки здесь. С Звенигородом мы интересуемся, но, мне кажется, вот у них там все в этом отношении здорово поставлено. Я просто восхищаюсь тем городом, восхищаюсь его жителями, как они могли вот так вот все сохранить и передают, продолжают передавать с поколения в поколение. Это очень уважаемая позиция. Но все же, если есть какие-то сведения, пускай тоже вам звонят обязательно. Конечно, мы издадим в последующем дополненную книгу, и это будет очень хорошо, очень здорово. Тем более, что изначально главным городом у нас когда-то был Звенигород, а Одинцово было скромным сельцом, которое находилось в подчинении у Звенигорода. Сегодня ситуация изменилась, но мы родные друг к другу, так сказать, города на одной земле, на одной земле. Спасибо вам большое за беседу, Светлана. Творческих успехов вам. Спасибо. Это была программа «Специальное интервью». До встречи.